Московская Динамо в рамках 15-го тура женской волейбольной суперлиги Пари принимает Нижегородскую Спарту. Отличная подача. Простая передача. Групповой блок успевает. Не совсем удачная передача. Неудачно, да. Да, без контратаки Московская Динамо и уже третья атака в этом розыгрыше Елизаветы Нестеровой. Снова ваут получается. Еще раз, еще раз видеоповтор тренер запрашивает. Все касание блока. Снова ей передача и обыгрывает она одиночный блок Гончаровой. Левши, конечно, они техничные очень. Я вот с удовольствием всегда смотрю на игроков, которые умеют так хорошо играть левой рукой. В два. Мы помним, как очень часто использовали Нестерова. А вот сейчас переключились на Селиверстова. И вот Нестерова. Смягчили ее, но у Гончарова, конечно, сдержать такой удар на блоке сложно. Вроде они успевали на блоке, да? Но проломило блок. Очень низкая надсетка летит подача. Сложно Нестеровой, но приходится исправлять свой не совсем удачный прием. Как быстро прилетел мяч Курило в четвертую зону. То есть с одного фланга на другой перелетают мячи у соперников. Да, капитан команды Юлия Синицкая. Лишает свою команду шансов на борьбу первой партии. Молодец Бибина. Была она на месте, рядом. И Веронику Архипову теперь новая фамилия у нее. Да, и снова в четвертую зону быстрая передача. Теперь Архипова сама решила атаковать двумя руками. Хорошо защищаются обе команды, но атакует больше Спарта. Москва оббивается. И вот опять не совсем удачное действие. Защитное. Вроде бы и удар-то такой не столь сильный был. Но, видимо, вот уже... Теперь совсем без блока оказывается Наталья, но неудобно бить. Неудобно было. Друг за другом шли нападающие. Волнять все даже Нестерова. Но эта пуля летит в сторону московского «Динамо». Маргарита Курила с ней справляется. Атаки, к сожалению, не получилось. И Нестерова с задней линии атакует. Втроем москвички прыгают. Но так осторожно и четко по местам. Опять Гончаровой приходится тут осторожничать. На блоке молодцы. Ну, Наталья играет, конечно, в защите, да? И снова Наталья Перейра. Она очень хорошо сегодня проводит эти удары с задней линии. Техничная, зрячая. Зрячая в том смысле, что она видит, где располагается блок, кто как бежит. Ну, для 16-летней девочки это очень хорошее такое, серьезное мастерство и умение. Но сейчас все-таки москвички блокируют. И передача была, скажем так. Да, ну и на ней все внимание, естественно, конечно. Судья паузу делал, он, наверное, думал, кому ошибку свистнули. Потому что такое ощущение, что она могла уже играть обработку. Ну и прыжка хватило. Молодец, Романова тоже. Снова ошибка в атаке Ангелины Емелиной. Замечательно защищается Нестерова и снова бьет по рукам в аут. Вот это то, что надо. Это именно с таким щетким касанием, которое не нужно проверять. По блоку, да, играла. Да, здорово. А вот это классическая техника, без всяких опусканий. И хорошо защищается. Главное, вот стоит и спокойно мяч обрабатывает. Без каких-то там вот усилий. Хорошая попытка. Отлично, везде успевает Фетисова. И вот сейчас... Сегодня скажешь про Либера. Да, но даже Фетисова решила не ставить блок, потому что она видела, что будет скидкой. С одной стороны права, но прилетела она практически во вторую зону. Каррера. Да, и очень такой существенный блок. И хорошо, что именно этим элементом, а не привычной атакой, да, завершается матч победой московского Динамо в трех партиях над спартой.